Привет, друзья! Ну там меня просили в личке, чтобы я рассказал о докторе Накамасу, как я с ним встречался. Ну хорошо, я расскажу перед тем, как я буду говорить в следующем ролике о закрытой группе, куда будут приглашаться. Ну там такие вот серьезные темы будут обсуждаться, как быстро изобретать, когда времени нет, создавать неординарные идеи, принимать какие-то решения. Но это серьезный вопрос, он не касается всех людей, поэтому не беспокойтесь. В открытой группе вы получаете все, что нужно для того, чтобы гармонизировать себя, оздоравливаться, в то же самое время развивать творческое мышление и открывать свои таланты и способности. А закрытая группа это отдельный вопрос совершенно. Это очень дорого, это для каких-то там конструкторских бюро, для корпорации, для каких-то там миллиардеров, которые, ну вот им надо решить какой-то вопрос очень серьезный, понимаете. Но это не для всех, это вот такая вот специальная, специальная вещь, чтобы мозг работал как генератор, чтобы можно было быстро. И поэтому я вам расскажу, да, отвечу на этот вопрос, как я встречался с самым выдающимся изобретателем мира, насколько это так было написано в газетах в свое время, на ВДНХ, на выставке достижений народного хозяйства в СССР. Там был павильон, и там ежегодно устраивалась такая выставка, что ли, достижений, и туда приглашали на конкурс типа Архимеда. Вот такая вот была ситуация. И там медалировали самых лучших изобретателей, и туда приглашали такого человека, которого зовут доктор Накамадсу. Ну, у доктора Накамадсу, значит, на визитке было написано изобретение у него столько, что у Эдисона было меньше. Так прямо и написано. И вот, значит, еще что-то там было написано, о чем я скажу сейчас. И, значит, я очень хотел встретиться с доктором Накамадсу, но так хотел, что я там позвонил группе организаторов, которые там его приветствовали, встречали и прочее, десятые. И в газетах тогда появилось, что он занимается здоровьем, творчеством и долголетием. Ну, это глобальные такие проблемы, касаются любого человека. Ну, естественно, мне это было очень интересно, потому что я сам тоже изобретатель, а тем более мне казалось, что я уже такой зрелый, а на самом деле, чем моложе, тем тебе больше кажется, что ты зрелее. Ну, так это смешно, но ничего, так бывает. Значит, я звонил туда, и, короче говоря, я их достал. Я их достал, и они сказали, ну, это наши ребята советские, там, его принимали, его там обхаживали, он такой знаменитый весь. Здесь, ну, представьте себе, столько изобретений, он изобрел гибкий диск первый в мире, этот гибкий диск первый доктор Накамадс изобрел для компьютера. Потом он изобрел это самое еще, в ряду своих многочисленных изобретений, трехугольное крыло для истребителя. Потом он изобрел для фотоаппарата Никон, по-моему, вот этот вот, сам корпус такой оригинальный. Ну, короче говоря, он столько наизобретал, что дальше некуда. И в этот раз он приехал на Архимед, на В1Х, со своим новым изобретением. Короче говоря, это было время, когда очень популярна была Виагра, а тут доктор Накамадс знаменитый изобрел, значит, что-то еще круче Виагры. Ну, короче говоря, что же он такое изобрел, круче Виагры? Ну, потом он там положил мне на стол, ну, я расскажу сейчас, как мы с ним встретились, положил мне на стол брошюрку, напечатанную, вот только недавно, на современном цветном ксероксе. Вот, тогда это было просто новинку. Ну, такая брошюрка, которую он сделал прямо на коленках, и там фотографии, и он говорил, ну, через переводчик. У меня был переводчик, мой друг Кевин Смит, который носитель языка, он со мной из Сиэтла был, он жил в России, и, значит, мы с ним очень друзья большие, и, короче говоря, Кевин Смит, я его попросил, давай нам переводи, чтобы мы вот могли бы с ним встретиться. Ну, он рассказывает, что здесь, значит, в этой брошюрке написано, что в отличие от Виагры, вот этот новый препарат, который доктор Накамасу изобрел, теперь он может пользоваться этим препаратом не только обычные люди, но и трансвестит, и, ну, короче говоря, ну, такая муть, я вот сейчас вспоминаю, ну, как можно было за это медаль получить, да, ну, получил. И вот, короче говоря, не могу, слушайте, ну, это очень интересно. Сама психология человека, выдающегося, вы понимаете, потому что я с ним три дня, а непосредственно и днем, и вечером, и утром, и, ну, и, как говорится, из одной ложки ели. Ну, так, образно говоря, он был женой, она в два раза моложе него, такая красивая девушка, и у нее все время с собой камера, видео, вот, и фотоаппарат, и она все фотографирует. Ну, допустим, вы сидите, завтракаете, она бутерброд сфотографирует. Потом вот он меня попросил, я ему сказал так, доктор Накамасу, что ты хочешь, скажи, я тебе все сделаю. Он говорит, первое, пресса мне нужна, пресса, второе, значит, встреча с правительством, и третье, значит, какую-нибудь фирму, компанию, которая будет выпускать новый препарат или его продавать. Ну, короче говоря, бизнес-структура какая-то. Я ему сказал, хорошо, я тебе это обеспечиваю, и мы с ним как-то встретились. Эти ребята, которые его там встречали и так далее, в конце концов я их пробил, и они, значит, мне сказали, ну, хорошо, забирайте его вот на эти три дня и потом его проводите сами. Потому что, ну, что делать? Ну, короче, я знаю, как пробить, я их пробил. В общем, короче говоря, три дня подряд доктор Накамасов был моим гостем. Я, конечно, сделал все, что я ему обещал, и я его привел. Во-первых, я привел его к моему другу очень хорошему, это Дмитрий Макаров. Мы с ним много лет дружим, и до этого дружили. Он был как раз международным отделом газеты «АИФ». И вот он, я пришел к Диме и говорю, Дима, вот тебе визитка. Ко мне приехал в гости доктор Накамасов, ну, три дня, он будет у меня три дня, я его забрал оттуда, выставить архивед там. Вот его визитка. Он прочитал эту визитку и говорит, да, шизофреник какой-то. Я говорю, почему? Ну, там же написано, у Эдисона было меньше, и написано, что его консультация стоит там где-то несколько тысяч долларов, ну, там полчаса консультации. Ну, это что за бред какой-то? Ну, хорошо, ладно. Я говорю, слушай, Димуля, ну, мы же друзья, да, я же просто так говорить не буду. Ну, ты же знаешь, чем я занимаюсь. Ну, я тебя очень прошу. Я обещал человеку, ну, посвяти ему 15 минут времени, а там ты сам увидишь. Ну, короче, друзья из друзья, правильно? Вот. И Иван мне сказал, ну, хорошо, 15 минут. Короче, мы были в гостинице «Космос». И мы, значит, обедали, Кевин переводил, и Кевин переводит. Я-то ничего не понимаю, что они там говорят. А доктор Нагамацию что-то рассказывает Дмитрию. Дмитрий сидит, его слушает, и потом в какой-то момент, ну, вы представляете, вдруг Дима встает и начинает с каким-то необыкновенным почтением с ним разговаривать. И мне говорит, проводи меня быстро. Я иду с Димой, я же не знаю, о чем они там говорят. Я иду с Димой проводить его, значит, к выходу из гостиницы «Космос» в вестибюле. И он мне, походу, говорит, я тебе должен миллион долларов. Я говорю, Дима, ну ты что, что это случилось? Я тебе должен миллион долларов за такую встречу. Короче говоря, сейчас пришлю фотографа. Ну, хорошо, хорошо. И, короче говоря, приезжает фотограф, фотографирует доктора Нагамацию. Да, значит, ну, в общем, потом такая ситуация. Повез я доктора Нагамацию. Они бесчайдовали, потом где-то как-то встречались. В общем, потом повез я доктора Нагамацию. У меня друг Володя Аксенов. Он был тогда зампредом Советского фонда культуры. А до этого он был, значит, председателем, до фиоиду, председателем КМО СССР. А вот представьте себе, ЦК Комсомола СССР, а есть еще КМО СССР. Был тогда. Прямо там рядом. И вот, значит, КМО, это как раз-таки международные дела. Международные дела. И Володя Аксенов во всем мире был. И такой человек широкомасштабный. Все понимает, быстро ориентируется и так далее. А в этот момент как раз-таки он перестал работать директором фонда Сороса. Он был первый, первый, который создал фонд Сороса в СССР. А я, ну, в свое время был под эгидой фонда Сороса называлась Культурная инициатива. Под этой эгидой Володя мне дал возможность создать Центр саморегуляции человека Homo Futurus в Махачкале. И там я занимался обучением врачей, психологов, которые из 70 городов из СССР ко мне приезжали на подготовку. Я их обучал за счет этого, что у меня была такая вывеска и возможность такая работать. Хотя Сороса сейчас обвиняет буквы в чем? Ну, тогда это было впервые в СССР. И много-много ученых получили возможности какие-то там издать свои книжки, проводить какие-то исследования. в СССР. наклепал. И я вам сейчас скажу, кто это сделал. Тоже интересно. Вы, наверное, видели, Макаров такой выступает часто по телевизору, по Центральному. Он такой, правда, люк такой, такой, такой. Да, Макаров. Ну, короче говоря, он ездил там и Соросу доложил или как-то там был. Я точно всего не знаю. Ну, что-то такое. И Володю, как говорится, попросили. И Володю и так вышло. Ну, и как раз-таки после этого он был как раз-таки Советский фонд культуры Володя был замом преда. И теперь он был в каком-то министерстве очень большим человеком. И я решил, поскольку Володя очень такой масштабный, очень думающий, да, он меня одним звонком телефонным замминистра здравоохранения России тогда спотопал, позвонил ему и сказал, что вот человек у нас в Дагестане занимается значит саморегуляцией. Это очень важные социоэкономические программы, ну и короче говоря меня пригласил замминистра это я потом все еще раз расскажу как это происходило. Это так интересно вообще, вообще я такое вам могу рассказать. Вы же это же вы люди, с которыми я встречался, ну короче говоря, дальше. И вот значит доктор Накамасу, я ему сказал, вот мой друг, он в министерстве работает, я тебе обещал и давай поехали к нему. И мы туда приехали, а это была суббота, суббота, и значит двери были закрыты, и Володя вот специально все организовал так, что в этот субботний день нерабочий, он пришел на работу и в своем большом кабинете, где там флаги у него, там все положено. Но при этом Володя взял туда своих доктоварищей. И эти два товарища, они, видимо, когда узнали, что это сам лично доктор Накамасу, они решили перед ним блеснуть своей компетентностью. И они полчаса, значит, ему рассказывали, что они там занимаются вакуумом, там они занимаются еще чем-то, ну, например, вот комната, что такое вакуум, вот человек там стоял, потом он оттуда вышел, и осталась пустота, и они что-то ему пытаются объяснять, а Кевин бедный трудится, а он синхронно умеет переводить, и он переводит, переводит полчаса, и доктор Накамаса сидит, слушает, слушает, и потом, значит, говорит, а вы читали, что у меня написано на визитке? Они говорят, да, читали, вы обратили внимание, там написано, моя беседа стоит тысяч, там, столько-то долларов, да, а кто будет платить? Они так растерялись, а потом он говорит, 1 апреля, а этот день был 1 апреля, вы представляете, какой тонкий человек, прямо поразительный, да, короче, он их посадил на место, ну, полчаса уже они забрали, ну, потом мы сидели, там, чай пили, кофе пили, и, значит, Володя мне говорит, слушай, я, говорит, не знаю, что же ему подарить, ну, Володя, он умеет встречаться там дипломатически с разными людьми, и у меня, говорит, есть, говорит, этот самый, хлебница, хлебница, ну, плетеная такая, красивая, вот, ты как думаешь, можно ему подарить эту, удобно, нет? Я говорю, да, конечно, удобно, скажи, что это наши промыслы, там, и все прочее, рукоделие, ну, Володя ему подарил, тот очень обрадовался, и потом нас всех построил, вот так вот, становитесь, мы все встали там, и он стол посередине, и взял эту хлебницу, вот так, груди прижал, и жене говорит, фотографируй, и она сфотографировала, потом мы сидели, разговаривали, она еще что-то фотографировала, потом я вдруг вспоминаю, что доктор Накамасу мне показывал свой альбом, и там у него десятки фотографий, эти медали всякие, там он с Бушем стоит, Буш его поздравляет, там он еще с кем-то стоит, его поздравляют, там еще кто-то, теперь у него, я понял, новая фотография, что он был вообще новая, и теперь награда, ну, думаю, да и вот, ну, вот ты посмотри, какой, ну, ладно, дальше, и вот мы едем от Аксенова, едем от Аксенова, и в какой-то момент вдруг происходит неожиданно поразительное событие, вдруг я слышу доктор Накамасу со своей женой и начинает ругаться, ну, мы с Кевином сидим, я говорю, Кевин, что они там, это самое, а он говорит, по всей видимости, они паспорта потеряли, я говорю, ну-ка, спроси у него, что случилось, и он, его спрашивает, и доктор Накамасу говорит, да, мы где-то потеряли паспорта, и что теперь делать, у нас же, говорит, завтра самолет там будет, еще, или посезавтра, в 6 утра самолет, а паспортов нет, ну, я говорю, да вы не волнуйтесь, а я сам думаю, что же теперь делать, где же ему паспорта-то искать, ну, я-то знаю, что мы найдем способ, тем более, что у Володи, ну, скажем, Аксенову, может, он что-то придумает, как там решить этот вопрос, но я не ожидал, что изобретатель, потому что у меня было понимание, что изобретатель, человек такой внутренней свободы, что он может изобретать, встречаясь с неизвестностью, создает новое, и вдруг так может по-человечески вдруг рухнуть, прямо на моих глазах, или ругаться, ну, ругаться я сам могу ругаться, дело же не в этом, что он может так растеряться, вот, ну, это непонятно мне, и сейчас непонятно, но потом я это понял, потихонечку, и сейчас теперь постепенно понимаю, и сейчас скажу почему. Короче говоря, мы, значит, приехали, я им сказал, вы не волнуйтесь, наверное, по всей видимости, вы могли их оставить у портье, или оставить там где-то, ну, как бывает, вот сдал документы, и забыли про это, ну, вы сейчас приедете в гостиницу, узнаете, мы вам позвоним, мы все выясним сейчас, если что нужно, мы сейчас постараемся сделать. Короче говоря, доктор Наконосов, почему меня это поразило, потому что он изобретал, как он рассказывал, в воде, у него был там такой шар, он в него опускался, типа батискафа, и когда я его спросил, а почему ты это делаешь в воде, он сказал, потому что нужна свобода, без свободы ты ничего не создашь, кроме этого, значит, он еще изобретал, на грани жизни и смерти, то есть, у него такой бассейн был, он нырнет в воду, и там в какой-то момент, когда воздух уже кончается, он, как я понимал, что мне Кевин объяснял, на грани вот этого напряжения, когда он сейчас, вот умрет, вот сейчас задохнется, ставил себе задачу, и на пике этого напряжения, потом раз выплывал оттуда, и она у него решалась, ну, вы знаете, через много лет я понял, в чем там логика, а тогда я еще не понимал ничего этого, и я ему сказал тогда, слушай, а я тебе без этого шара, и без этого бассейна научу, я его учил руки разводить, и он очень с удовольствием этот ключ воспринимал, я вам могу сказать ответственно, доктор Накамадзу, который забрел гибкое крово, для истребителя, и первый гибкий компьютерный диск, про которого Дима Макаров потом написал статью в АИФ, и вышла с его фотографии, которая называется доктор Диск, да-да-да-да, но эту статью я так и не смог ему вручить, почему, потому что, значит, когда мы позвонили ему в гостиницу, доктору Накамадзу, он сказал, да-да, паспорта мы нашли, паспорта мы нашли, ну, действительно, там у дежурного, там, ну, как положено, да, но я, вашу страну, ни шагу больше, никогда, а у меня уже планы, мы уже с ним договорились, потому что я уже водил еще к нашему другу, Хаджи Мураду Алиханову художнику, и он был там в гостях, и Хаджи Мурад нас принимал, и показывал картины, и говорил, вот эту вот картину нарисовал ученик Леонардо да Винчи, и я помню, с каким восторгом доктор Накамадзу, значит, говорил своей супруге, что вот это ученик доктора, этого, Леонардо да Винчи нарисовал картину, ну, короче, все хорошо было, и я помню, когда я учил доктора Накамадзу, вот этим левитирующим движением, как он это понимал, и как шея у него болела, и когда я ему делал шелк-шелк-шелк, коррекцию в шее, я помню, когда вот я ему делал коррекцию, ну, потому что я иглотерапевт, и мануальный терапевт, и психотерапевт, и так далее, и философ, и так далее, мы же так легко разговаривали, я ему когда делал эту коррекцию, вот эти шилдские, которые возникали, я помню, что он невозмутимо сидел, то есть он не испугался, а вот там в такси, или в этой машине, он, да, я не помню, в какой машине, служебной, или такси, ну, короче говоря, он там, когда паспорт потерял, у него возникло какое-то состояние, я просто так был потрясен, ну, короче говоря, потом уже через год, или, я Диму Макарова спрашиваю, почему ты прислал тогда фотограф, ты же сначала сказал, что это чепуха, а потом прислал, но он говорит, мне сказал, что он теперь разрабатывает аппаратуру, чтобы общаться, и брать энергию из космоса, из космоса, такой какой-то прибор делает, из космоса будет брать энергию, я говорю, а как это, разве так бывает? он говорит, ну, как раз он говорит, значит, бывает, ну, посмотрите, как интересно, это, потом я через годы понял, что журналисты-то вообще, они не обязаны быть компетентными, во всех законах физики, вот же в чем дело, понимаете, ну, здесь тонкий момент, да, короче говоря, ой, как интересно, доктор Накамаса, и он мне говорит, теперь насчет компетенции, и он мне говорит, я делаю против стресса тоже, я сейчас разработал прибор, который снимает стресс, вот твоя саморегуляция, это твой ключ, да, я говорю, ключ, ключ, он мое имя, я говорю, он говорит, Хасай, Хасай, я говорю, как это, по-японски, что ли, он говорит, по-японски это означает, свет, идущий сверху, ну, я думаю, ну, дает, мне, конечно, понравилось, но я думаю, как это, я говорю, а что за аппарат такой, который стресс снимает, он говорит, ну, одну пластину кладешь на голову, а другую под подушу ног, и включаешь в электричество, а я как раз уже опытный, в этих делах, я сам приборы создавал, я знаю, я его спрашиваю, а частота какая, для меня было это очень важно, потому что, Шахов Володя, например, тогда у нас создал в СССР, обезболивающий аппарат, частота 10 Гц, ну, короче, приложишь аппарат, ЧЕНС назвался, ческожный электронный ростимулятор, приложишь к больному месту, минуту держишь, и боль прекращается, особенно если свежий ушиб, там, или еще что-то, 10 Талибаний, это, это связано с альфа-ритмом мозга, в резонансе, и получается обезболивание, ну, потрясающий аппарат, ЧЕНС, а я потом сделал ЧЕНС с подогревом, тест назывался, термоэлектронный ростимулятор, ну, потому что я мог, я работал в электронной промышленности, у меня отдел был целый, и так далее, ну, вопрос-то не в этом, а вопрос в том, что моя некомпетентность, в чем проявилась, а я ему говорю, какая чистота там, и вообще ток постоянный там у тебя, или переменный, а он говорит, а у вас какое, я говорю, ну, у нас 220 вольт, но он говорит, ну, переменный-то или постоянный, а я думаю, как может быть постоянный, оказывается, у них там бывает, интересно вообще, вообще я же в этих делах тоже не понимаю, я кернат спрашиваю, как ты думаешь, постоянный ток электрический, бывает в розетке, он говорит, я тоже не знаю, я не знаю, может вы знаете, напишите мне там комменты, вы знаете, может быть, в электрической сети постоянно, смешно, правда, это я для затравки, чтобы немножко пошутить, но вообще-то, в принципе, получилось так, что он сказал, я больше не шагу ногой, а у меня уже все планы, думаю, в Японии мы бы развернемся, покажем ключ там у них, там на предприятиях, все будут пользоваться, потому что вот этот человек, доктор Нагомаца, извините меня, очень этого с восторгом воспринял, потом слушайте, вот изобретатель, изобретателем, он сказал, не шагу ногой в вашу страну, потому что моя жена снимала там что-то, в вестибюле, кого-то снимала, ну она же все время снимает, там она сняла бутерброд, там она вывеску министерства, там она сняла это, короче, он полный экипировки, как говорится, экипировки, умеет, пиарить, и вот, значит, короче говоря, он говорит, не шагу, говорит, в вашу страну, потому что, я, говорит, не потому вас смущен, кто-то вырвал эту камеру и растоптал этот диск из камеры ногой прямо при нас, не поэтому, а потому что, говорит, служащий гостиницы за нас не заступился, как это так не заступился, как это у вас вырвали, ну я понимаю, вырвали, потому что они, наверное, все снимали и снимали, но они же должны понимать, что снимать не надо, без вращения, но это же было новое время, страна наша открылась только, вот люди стали приезжать, мы не понимали культуры, потом мне Кевин сказал, слушай, ну у японцев вообще так, что-то непонятное все происходит, ну ладно, и хорошо, Кевин ему по телефону говорит, ну у вас же тоже в Японии бывают случаи, он говорит, какие случаи у нас в Японии бывают? Ну, например, газом всех там метро отравляли, а тогда как раз мы читали в газетах, что там какая-то секта, она газ пустила в метро, газом отравляли в метро, да, Кевин, но меня же лично это не касается, ух ты, ну хорошо, короче, улетел доктор на Камацу, так действительно, потом и на звонки не отвечал, и даже я ему не вручил эту газету, может, Дима Макаров ему послал, я не знаю, да, ну мы с Димой же друзья, я ему как-нибудь будем переписываться, спрошу, а ты послал ему эту газету, ну хорошая статья, огромная такая, с фотографией, доктор Диск, да, ну суть-то в чем заключается, потом я понял, вот эти фотографии, вот этот его альбом, вот эта растерянность в машине, когда они потеряли паспорта, у меня поколебало ощущение, что он на самом деле такой мощный изобретатель, потому что на самом деле изобретатель внутри свободный, и поколебало это вот почему, потому что я потом смотрел на видео, до какой степени он пиарщик, у него там в Японии, в день его рождения, гостиница должна была называться его именем, потом, значит, там он сделал, допустим, водяной велосипед какой-то изобрел, потом водяной такси он изобрел, но он может на самом деле изобретать, но он умеет, в отличие от нас, поставить это правильно, понимаете, что все потом восхищаются, и вот, значит, на видео было, как к нему приходит одна семья, с большим трудом к нему пришла, их так договаривались, видимо, они ему письмо писали, звонили, пришли, и они ему там кланялись, как положено, доктор Накамадсу, доктор Накамадсу, да, и, значит, они ему говорят, мы хотели ваше такси или ваш велосипед водяной взять в аренду, но у нас нет денег таких, сколько вы там поставили, и мы вас очень просим, мы вам эти деньги потом вернем, вы нам за полцены пока дайте в аренду, и тут произошло для меня, вот для советского человека, невероятное, доктор Накамадсу встал и сказал им, вы знаете, что такое сделать изобретение, вы знаете, сколько миллионов клеток, сколько миллиардов клеток мозга должны быть в таком режиме, в таком состоянии, между жизнью и смертью, и выйти оттуда, вот таким, и решить этот вопрос, вы знаете, что такое изобретение, и он им внушал, что такое изобретение, и он им дал понятие, что значит изобретение, и они действительно поняли, что это не так просто фигли-мигли, они стояли пристыженнее, они стояли потерянные, и они так задом-задом пятились, пятились дверям, и просили у него прощения, они просили у него прощения, что они так неуважительно отнеслись к этому святотатству, это было, ну, ну, как святотатство, я бы сказал, они просто взяли, наплывали на человека, который создает изобретение, но ему, может быть, и денег не жалко было, просто вот это вот отношение, вы понимаете, в чем дело, насколько творец в человеке защищен, я там в Японии не жил, у меня было однажды общение с компанией японской, после того, как я делал, создавал свой институт человека в Москве, значит, академик Фролов, такой был философ, выдающийся, институт человека при Горбачеве, он создавал, там я делал доклады, как раз я приехал из Риги, из агрофирмы Адежи, у меня был в гостях оттуда Альберт Эрнессич Каус, герой социалистического труда, Горбачев эту фирму назвал в свое время фирмой 21 века, ко мне приезжал, я после этого как раз вернулся, он меня потом пригласил, я там в руководстве обучал этой фирмы, у меня есть видео, я могу потом показать, интересное, и вот тогда я делал доклад в этом институте человека, откуда я попал на японскую фирму, и значит там была Горбачева, и там когда я делал этот доклад, я когда попросил их встать, а там профессора из института сербского, я их как раз попросил встать, чтобы они попробовали на себе, ну они там прижались, и постеснялись выйти, и в то время как раз зашла Горбачева, и Бехтерева Наталья Петровна, ну как раз в эту аудиторию, она увидела эту ситуацию, и она им говорит, товарищи профессора, давайте, давайте, и она 20 минут, Раиса Максимовна, она сопровождала мою лекцию, она мне помогала, а потом, когда я это все сделал, сел, и она села рядом со мной, и стала меня спрашивать, а можно ли этот метод ключ применять для, ну, противоалкоголизма, я тогда не понимал этой проблемы, потом я через годы узнал, что у нее брат пьющий, что он психоатрический больниц, ну, что, и почему вообще сухой закон, ну, короче, я потом это все стал понимать, знать из информации, а так она сидела рядом со мной, и мне задавала вопросы, а поскольку рядом, сзади сидели из института сербского профессора, я по своей внутренней дурацкой этике, чтобы они не подумали, что я воспользовался моментом, и завязал отношения, я довольно формально, вежливо, культурно отвечал, и ни в коей степени не стал с ней общаться, а потом меня пригласили на какую-то фирму, совершенно с этим не связанную, японскую, я там хотел им продемонстрировать, что можно с помощью саморегуляции снять утомляемость во время работы, на конвейерах и так далее, и там как раз приходит какой-то молодой человек, говорит, о, я вас знаю, я вас знаю, вы, говорит, делали доклад, там Горбачева вам помогала, и там, значит, я ей потом сказал, говорит, что это все ерунда, а самое главное, говорит, другое, это он мне говорит, человек мне говорит, я, говорит, ей потом сказал, что это все ерунда, самое главное, другое, вытаскивает здесь у него в кармане две маленькие пробирочки, вот, говорит, что важно, и он это стал тогда внушать Раисе Максимовне, вот, что важно по сравнению с этим, и в нижней это говорит, прямо, как говорится, на белом глазу, ну, видимо, у него немножко, да, и обижаться-то не на что, ну, судьба так складывается, видите, там этика помешала, у меня вообще судьба была другая, потому что те, которые были там в каких-то личных отношениях, у них судьба другая, я-то ее знаю, вот, я не использовал шансы, и он, он взял, вот, вот, посмотрите как, да, ну, короче говоря, отношение к изобретениям какое-то, там такое отношение к изобретательству, что люди постеснялись, что они вот так подумали, что это просто так, поэтому, и потому что я еще, это первые ученики от Шулера, выдающегося, выдающегося человека, недооцененного, я считаю, в нашей стране, из Пятозаводска, у которого школа ТРИС, теория изобретательских решений, или теория разработки изобретательских решений, ТРИС, ну, его первые ученики, первые, первые, не просто там, где-то потом, они у меня были, они у меня обучались ключу, и когда первый раз они почувствовали, как руки полетели, как вышли на состояние, вот это состояние свободного сознания, где нету страха, комплексов, стереотипов, и нет авторитетов никаких, вот это вот, ну, я так называю, это встреча с бесконечностью, встреча с безвременностью, вот это состояние нуля, задачи, которые ты решаешь, задачи, которые ты решаешь, вот это, ну, в русле решаемой концентрации внимания на поиск ответа, это потрясающе, я вам сейчас формулирую, чтобы вы понимали, так они когда попробовали первый раз, первые ученики Альшулера, они сказали, так это что состояние, о котором Альшулер рассказывал, ну, он нам говорит, это в теории рассказывал, он рассказывал это на примерах, что когда вы изобретаете, у вас не должно быть никаких авторитетов, у вас не должно быть ничего, на что вы вот блокировались, ну, я своими словами, я же у него лично не учился, они у него учились, они потом создали много фирм в мире, там, идеальное решение и прочее, их на расхват, и в Америке, и где угодно, очень много фирм они создали, потому что они там разрабатывали, они создавали, они изобретали, они потрясающие вещи делали, я горжусь тем, что они были моими учениками, потому что потом они меня пригласили в компанию какую-то в Москве, где было очень много-много компьютерных работников, IT так называемых сегодня, программистов, я их обучал этому, там, ну, человек 30, наверное, если не больше, у них даже журнал свой был, они прямо выпускали журналы, и там одна статья прямо посвящена методу ключ, и этим фотографиям, как я там проводил им несколько занятий, и там мне говорили такие интересные вещи, эти люди, которые программисты, они говорили, во-первых, если, допустим, задачу нам надо решать, там, пять недель, допустим, мы можем за две недели теперь решить, ну, да, у меня даже есть ролик какой-то, где там один программист об этом говорит, самое главное, я теперь начинаю видеть программу целиком, ну, вы знаете, да, вот, когда картину я рисую, например, я когда сильно сосредоточусь на какой-то детали, детали целые пропадают, я там сосредоточусь, поэтому надо иногда отходить, чтобы видеть ее целиком, иначе получится, что это идеальная деталь, а вообще все в целом каша-малаша, поэтому все в целом, все согласовано, и вот, когда я там сосредоточиваюсь на решение, какой-то задачи, в какой-то программе, она тоже иногда расплывается, иногда ты идет, теряя фокус внимания, надо, чтобы одновременно был рассеян и одновременно сосредоточен, а он мне говорит, что, а я, говорит, теперь программу целиком могу видеть, и быстрее работу делать, ну, представить, что такое разработка, Альшулер, вот теперь я соединяю эти имена, доктор Накамацию, да, идеальные решения, когда нет времени, чтобы быть в таком состоянии, чтобы решить задачу, да, поэтому я там, когда говорил о закрытой группе, имелось в виду, допустим, у меня будет какая-то закрытая группа за большие деньги, что имеется в виду, ну, это для концерна какого-нибудь, это для конструкторского бюро какого-то, и так далее, то есть по существу, вот это то, что я говорил там о закрытой группе, имеет вот такую большую длинную историю, изобретательство, потому что я сам изобретатель, у меня и патенты, и авторские свидетельства, и все прочее, вот такая вот история, и до сих пор я знаю, я до сих пор думаю, что просто Накамадсу, он умел, он изобретатель был, конечно, но в большей степени он был, пиарщиком, потому что там, культура такая, культура такая, они же все это изобретали, всю электронику там, то есть, там была востребованность на идеи, на идеи, востребованность, да, а у нас нет, у нас как бы, мы все брали оттуда, да, ну, короче говоря, думаю, если сегодня у нас в стране появляется востребованность в человеке, творце, то, конечно, если умные люди появляются, руководители крупных предприятий, там, или каких-то таких вот, где нужно быстро, действительно, научиться людям, изобретать и так далее, ну, конечно, я могу это сделать, какой тут вопрос, я для пробы, пробный шар, я поэтому там и сказал, если кто хочет, мы сделаем закрытую группу, тут обижаться-то не на что, потому что всем остальным людям, в открытую я все даю бесплатно, а там речь идет о специальных задачах, которые вообще никого другого не касаются, ну, какая-то там у кого-то задача, да, ну, мало ли какая, я же не знаю, может быть, как быстрее и лучше там самолет сделать, получше, покачественнее, чтобы он не упал, или там, ну, не знаю, какие задачи, они самые разные, я не хочу сейчас об этом специально говорить, по-моему, я уже достаточно сказал, чтобы было понятно, что закрытая группа ни в коей мере не умаляет нашей основной работе, школы, человек будущего, а просто дополняется тем, что прикладное назначение развития творческого, креативного мышления и вообще способности людей понимать, а это же есть изобретательство, пробиться через шаблоны, потому что столько мы находимся, столько лет находимся в виртуальном мире, в виртуальном мире мы находимся, а нам надо быть в истинном мире, нам надо увидеть истину, виртуальный мир, помнишь, соцреализм, например, мы жили все в виртуальном мире, да, 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 это не только сейчас, ничего нового нет под мной, Как говорил Соломон? Соломон говорил? Ну, напишите, кто так говорил. Мне сейчас нужно, чтобы больше писали, чтобы наша школа продвигалась. Продвигалась, если она добьется сейчас 100 тысяч. Мне подсказали. Ты объяви, пожалуйста, говорит, когда будет 100 тысяч подписчиков, что ты сделаешь какой-то приз. Ну, и сделаешь такой конкурс. Ну, вот мне умелый человек сказал, и я подчиняюсь просьбе. Ну, что вы мне предлагаете там вот про доктора Накамасу рассказать? Я рассказал. А теперь я говорю о том, что вот мне предложили, значит, сказать, озвучить, что надо 100 тысяч подписчиков. Для чего? Оказывается, от этого зависит, развивается наша школа или нет. Знаете, от чего? От количества подписчиков, количества лайков и комментов. И каждый коммент, чтобы был не меньше трех слов. Четырех слов. Да. И продвигается. И продвигается. А мне это как раз таки и нужно. Мне-то, извините, не 15 лет. Чем быстрее я отдам, тем лучше. Потому что я хочу сохранить творческое долговлятие не только у себя. Но и у вас, у всех, у каждого. Я хочу сократить кризисы и войны на Земле, а я знаю, как это сделать. Вот в том-то все и дело. Потому что науку человечности, если мы сейчас дадим так, озвучим, что она пойдет волной, как цепная реакция, то там будет, там будет баланс между духовными и материальными ценностями. И там не будут ради денег прогибаться и превращаться в рабов. Там будет правильная расстановка отношений. Наука человечности. Поэтому надо школу развивать. А я знаю, как это сделать. Мы будем развивать школу. А я знаю, как остановить эти несчастья, потребности в лекарствах, эту агрессивность у людей, эту отчужденность и это тотальное расчеловечивание, которое сегодня происходит. Поэтому я вам сегодня рассказал про доктора Накамача и про Дмитрия Макарова, моего друга. Я ему пошлю обязательно этот ролик с моими обниманиями. Потому что как хорошо, когда у тебя есть друзья, которые, несмотря ни на что, когда видят такую визитку, а когда я ему сказал, Дима, мы же друзья, он говорит, ладно, черт с тобой, давай 15 минут я посвящу ему. И вот так вот. И поэтому, благодаря этому, мы с вами вместе сегодня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok